Почему в России так любят все? Грязное. Грязные приемы, грязную политику и, конечно же, грязную бомбу. Она им снится, мерещится, появляется в их речах с завидной регулярностью, как будто это самый последний козырь в выцветшей колоде старого шулера. Министерство обороны Российской Федерации располагает информацию о планировании киевским режимом провокации, связанной с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса. Для этого на Украине имеется соответствующая производственная база и научный потенциал. Примерно раз в год эти стратегии достают свою пыльную страшилку про грязную бомбу, словно забывая о том, что за окном уже давно не 1960-е. Но в чем причина такого упорства? Возраст? Возможно. Средний возраст кремлевских пенсионеров перевалил за 65. Путинову 71, Шойгу 69, Матвиенко 75, Патрушеву 73, Иванову 71, Белоусову 65. И это лишь неполный список тех, чье представление о мире застряло где-то между рассветом эпохи телевидения и закатом Советского Союза. Интернет для них неведомая территория. Да и зачем он им, если можно читать его в виде бумажных распечаток? Представьте себе их рабочие столы, аккуратно сложенные папки с утренними новостями, а рядом потрепанные учебники КГБ 60-х годов. Эти пособия потеряли свою актуальность еще тогда, когда Гагарин полетел в космос, но для кремлевской элиты они все еще остаются связью с реальностью. Новые технологии просто не укладываются в их устаревшую картину мира и, возможно, никогда не уложатся. Вот так и возникают эти ежегодные до абсурда предсказуемые вбросы. Вместо того, чтобы придумать что-то новое, кремлевские стратегии возвращаются к старым проверенным страшилкам. Ведь что может быть надежнее и страшнее, чем родная, хорошо знакомая грязная бомба? Они так и думают. Но почему они так упрямо держатся за этот артефакт прошлого? Может им известно что-то, что ускользает от нас? Или, быть может, эта грязная бомба лишь завеса для чего-то гораздо более грязного? Время разобраться, как на самом деле устроены старые чекистские приемы и что за ними кроется. Смотрите далее, будет интересно. Но вначале подпишитесь на этот канал и нажмите на колокольчик для уведомлений о новых видео. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, тем самым вы помогаете в продвижении этого видео. А если хотите поддержать автора, заходите на патреон и бай мне кофе. Все ссылки в описании и первом комментарии. Когда мы говорим о тех, кто управляет современными российскими информационными атаками, мы должны помнить, что это люди, чье мировоззрение формировалось в 1970-х, но на постулатах еще 50-х и 60-х годов прошлого века. Для Путина, Патрушева, Шойгу, Белоусова учебники и пособия той эпохи остаются чем-то вроде Библии, источником вечной мудрости, которая, по их мнению, не подлежит сомнению. В этих книгах описаны приемы работы с массами, которые якобы должны раз за разом приносить успех. Но, к сожалению для кремлевских стратегов, сегодня мир не тот, каким он был полвека назад. Там, где когда-то можно было месяцами держать людей в неведении благодаря фильтрации новостей и государственной пропаганде, сегодня достаточно пары кликов, чтобы развенчать любой фейк. Социальные сети и интернет создали пространство, где информация циркулирует мгновенно, а попытки старых чекистов манипулировать массовым сознанием теперь вызывают лишь насмешки. Но вот что по-настоящему удивительно, это то, как даже не возраст кремлевских пенсионеров, а их замкнутость на старых шаблонах не позволяет им осознать простую истину. Такие методы безнадежно устарели. Попытка создать очередную панику вокруг грязной бомбы тому подтверждение. Это ведь не первый раз, когда российская пропаганда решает разыграть этот старый сценарий. Каждый раз это подается как нечто новое, как угроза, которая вот-вот должна потрясти весь мир. Но что происходит на самом деле? Запад давно перестал обращать внимание на эти истерические крики, а в Украине на такие заявления реагируют смехом. Мы ведь уже сбились со счета, сколько раз кремлевские пропагандисты пытались намекнуть на некие таинственные грязные бомбы, которые будто бы существуют в руках Киева. И что примечательно, каждый раз реакция одинаковая. В 1960-е годы такое заявление, возможно, вызвало бы панику. Но сегодня эти слова звучат как банальная заезженная пластинка. В мире, где информация мгновенно проверяется и перепроверяется, эти истории выглядят как грубые артефакты эпохи, которой давно нет. И когда очередной генерал с серьезным лицом сообщает, что вот-вот случится катастрофа из-за грязной бомбы, реакция на эти слова может быть только одна – смех. И если рассмотреть алгоритмы, по которым действуют современные кремлевские стратеги, становится ясно, что за их кажущейся серьезностью скрывается нечто абсурдное. Когда планы проваливаются, когда события идут не по сценарию, возникает рефлекторная реакция – посеять панику. Они не ищут новых решений. Они не анализируют ошибки. Они просто переключаются на создание новой, еще более абсурдной ситуации, словно пытаясь компенсировать собственную некомпетентность хаосом. Классический пример – реакция на провалы на фронте. Когда Курская область вдруг отклеивается от России или происходят взрывы на аэродромах и нефтебазах, первый импульс – перекрыть это информационной бомбой. «Что же делать?» – думает кремлевский стратег. «А давайте устроим пожар на ЗАЭС». И вот словно по сценарию из прошлого века начинается новая истерия. Запад и Украина готовят катастрофу с участием атомной станции. Но есть одно «но». В то время как они уверены в своей находчивости, реальный мир реагирует иначе. Мир давно уже не пугается. А они не могут понять почему, ведь для них все очевидно – угроза должна вызвать страх. Страх должен обеспечить послушание. Однако вместо этого их воспринимают как комедиантов, способных только разыгрывать бездарные спектакли. Это и есть их алгоритм – реагировать паникой на собственные провалы. И надеяться, что очередная грязная бомба или фейковая авария на атомной станции спасет их от критики и ответственности. Но почему в этой системе не возникает критических мыслей? Почему никто не останавливает их от абсурда? Все дело в том, что это система закрытого типа. Они все учились по одним и тем же учебникам, и их головы заполнены одними и теми же догмами. Там нет места для свежих идей или дискуссий, ведь круг замкнут. Любая попытка критиковать воспринимается как угроза самому существованию системы, и потому она сразу подавляется. Здесь нет внутренней конкуренции идей, нет столкновения мнений, нет роста. Это коллективная стагнация. Представьте себе фокусника, который знает 10 трюков и исполняет их на протяжении 50 лет. Сначала публика в восторге, затем она начинает скучать. И вот, наконец, фокусы уже вызывают лишь зевоту. Но фокусник не понимает, в чем дело. Он продолжает делать все то же самое, только меняя трюки местами. Искренне удивляюсь, почему люди больше не восхищаются. Возможно, ему даже кажется, что аудитория просто не понимает его гениальности. Именно так работает российская система. Она показывает миру одни и те же фокусы, не осознавая, что публика давно знает все наперед. Наблюдая за тем, как кремлевская верхушка вновь и вновь возвращается к своим заезженным сценариям, трудно не заметить нарастающее чувство безнадежности, которое пронизывает их действия. Каждый новый информационный вброс, каждая очередная грязная бомба, это не просто попытка запугать мир. Это сигнал о глубоком кризисе идей. Они не могут придумать ничего нового и потому вынуждены до бесконечности повторять старые приемы, словно надеясь, что мир все-таки поддастся. Проблема российской власти заключается не только в ее неспособности адаптироваться, но и в ее глубоком убеждении в том, что она останется непоколебимой. Вера в собственную непогрешимость, в то, что старая система методов и приемов продолжает работать, это и есть их главный самообман. Чем дольше этот самообман продолжается, тем глубже становится кризис. Россия оказалась в плену системы, которая не умеет отвечать на вызовы времени, и это ключевой парадокс ее положения. Эти абсурдные методы, этот патологический страх перемен, эта закостенелость, все это сигнализирует о том, что режим находится на грани исчерпания, когда каждый новый выход фокусника на сцену вызывает все больше смеха и недоумения. Вопрос не в том, насколько долго эта система продержится, а в том, каким будет ее финал. Он неизбежен, потому что режимы, не способные к переменам, обречены на падение. История уже не раз показывала это. Чем сильнее они цепляются за старые приемы, тем больше они оказываются в ловушке собственного прошлого. Они могут вбрасывать любые страшилки, типа грязных бомб, но реальность заключается в том, что все это лишь жалкие попытки продлить агонию. Мир уже перестал бояться этих игр, и даже внутри самой России нарастающее чувство усталости и отчаяния все сильнее давит на тех, кто еще верит в неизменность власти. Каждый очередной абсурд не делает их сильнее. Он лишь приближает финал этого дурного спектакля, когда публика устанет и сама захлопнет занавес. Спасибо за внимание, друзья! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поддерживайте автора на платформе BuyMeCoffee и Patreon, где вас ждут дополнительные видео и ролики до официальных премьер. Пользуйтесь функцией YouTube спонсорства и обязательно отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры создавал DimaTorzok